здравствуйте мои друзья сегодня мне хотелось бы показать первое домашнее цветение ванды тезилата вариации альба которая приобреталась два года назад цветущем состоянии на следующий год показала цветонос но не смогла его развить потому что пазуху листьев именно туда где развивался цветонос попала капля воды в этом же году я была немного осторожней следила за влагой чтобы не попадала в пазуху листьев и долгожданный цветонос который начал развиваться еще в конце июня наконец то распустился я долго думала какой же варитет не приобрести так как их было два голубой и белый у голубого мне показалось что размер резетки намного крупнее и я остановила свой выбор на белом которого очень красивые желтые цветы да и размер розетки достигает в размахе всего 22 сантиметра за два года находясь в моем обиходе орхидея нарастила всего четыре листа посмотрите они самые верхние и в размере скорее всего интенсивность освещения в моих условиях орхидея получают ярче чем в теплице посмотрите какие красивые цветы имеет 5 сантиметров в диаметре слегка плотную структуру и при яркой интенсивности стойкий приятный аромат с нотками сирени их первое цветение как я его ждала пусть даже не такое обильное но долгожданная вообще ванта тезелата цветоносе может развивать до 12 цветов и при достойном содержании то есть при яркой интенсивности освещения цветоносов может быть несколько это также зависит и от возраста самой орхидеи в уходе этот вид ванды не капризен если заглянуть естественное произрастание то можно заметить что именно этот вид произрастает на высоте до 1500 метров над уровнем моря это говорит о том что требует от теплых до умеренно теплых температур с хорошими перепадами мои же условия два года орхидея содержалась при умеренно теплом режиме где в зимний период температура не опускалась ниже 14 15 градусов перепады конечно присутствовали в пределах 6 8 градусов освещение предоставлялось яркое от 30 до 40 и 50 тысяч люкс при этом посмотрите на орхидеи не видно ожогов в естественной природе этот вид ванды произрастает во влажных тропических лесах это говорит о том что очень требовательно в поливе полив да я осуществляю обильный но чтобы не произошло загнение корневой системы я использую телансии так как это атмосферные растения которые питаются влагой в хорошем объеме вся эта композиция посажена сосновую кору крупной фракции и посмотрите довольно хорошо себя чувствует правда как неделю назад корневая система закупорилась причиной этому температурный режим который на балконах дневное время поднимается до 30 градусов так отреагировали не все мои орхидеи те которые любят более теплые температурные режимы сейчас в активном росте разглядывая эту миниатюрную красоту я начинаю подумывать а не собрать ли мне коллекцию из этих миниатюрных вант а потом себя останавливаю они же пойдут в рост и через несколько лет пусть не ширину а в длину буду достигать хороших размеров надо над этим еще подумать вот вроде бы и все что я вам хотела рассказать и показать на этом я буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока